Деятельность по обеспечению занятости населения раскритиковала Кимобласти. Он отметил слабую работу в этом направлении, а также в сфере промодивых мероприятий по защите растений. Какова текущая фитосанитарная обстановка в регионе и какие меры принимают для снижения уровня безработицы, расскажем далее. Больше 10 тысяч постоянных рабочих мест планируют создать ВСКО в этом году. План выполнен уже на 60%, но не везде отмечаются хорошие показатели. В Акаинском, Жамбылском, Тюмирязевском районах и областном центре данная деятельность проводится слабо. Приводит все это к увеличению числа безработного населения. Рост их количества по итогам 2022 года произошел в 10 районах. В целом ВСКО этот показатель составляет 4,9%. Продолжается работа по трудоустройству отдельных категорий граждан на квартиру и рабочие места. При этом размер квот значительно меньше существующей потребности. Так, по данным органов занятости районов и города Петропавловска, с начала года прибыло 70 лиц, освобожденных из мест лишения свободы. А квот установлено всего 18. В области имеется 8264 лица с инвалидностью. Вместе с тем квоты установлены всего лишь 18. Не в полном объеме выполняются показатели по региональной квоте для переселенцев из трудоизбыточных регионов, показатели по отсюда устройству, обеспечению занятости получателей, адресной социальной помощи. Акеобластия поручила активизировать работу по информированию населения о существующих мерах господдержки. Ведь многие просто не знают об этих возможностях. В их числе микрокредитование проектов молодежи по 2,5% и предоставление безвозмездных грантов. Со стороны государства созданы все необходимые условия, включая, что я говорил, кредиты, микрокредиты, гранты, даже субсидирование заработной платы. 186 инфраструктурных проектов в реестре, да? Да, да. Планы у нас 1807 новых рабочих мест. На сегодня всего трудоустроено 324 человека, или 17,9% от плана года. Вот здесь вот по линии... Вот как раз сейчас работа проводится. Мы и дороги ремонтируем, водообеспечением занимаемся, стройкой занимаемся, и постоянных, и временных можно создать. Аким отметил, что нужно постараться выполнить показатели за 9 месяцев и не откладывать работу на потом. Обсудили в ходе заседания проводимую деятельность по защите растений. Ситуация в соседней Гостанайской области, где произошло нашествие саранчи, вызывает опасения, отметил Айдарбек Сапаров. Необходимо предпринять все меры, чтобы пассивам ничего не угрожало. О текущей ситуации доложил глава управления сельского хозяйства и земельных отношений региона. По области проведено фитосинтерное обследование, где вредных организмов не выявлено. Доведено о необходимости проведения защитных мероприятий по районам на приграничных Гостанайской области районов. Для проведения защитных мероприятий на территории области имеется 1530 единиц опускающих техники. Запас препаратов на площади порядка 800 тысяч гектаров. Обеспокоенность вызывает и появление гусениц лугового мотылька сразу в нескольких уголках области. Жалобы поступали от населения Козлужарского, Есильского, Акаинского, Мамлюзского и район имени Махшана Жумабаева. В ходе заседания отметили, что для снижения численности вредителей применяются агротехнические и химические меры. Был также дан ряд рекомендаций, в числе которых уничтожение сорной растительности на садовых участках, поскольку бабочки откладывают яйца прежде всего на сорняках. Вредители обнаружили на сорной растительности в юно, осот, посевах пшеницы и подсолнечника. Степень повреждения листовой поверхности наблюдается от единичной до средней степени. Высшие ПВ отмечены на площади 368 гектар, в Мамлюзском на площади 328 гектар, в Андрейском сельском округе Туа-Схатагра, в Беловском сельском округе Туа-Тюркин. А также в Казалжарском районе, на площади 40 гектар, в Рощинском сельском округе, СПК Жанат-Лех. Во всех этих участках химообработку провели. Также выявлено заселение площадей и мага пшеничного и льняного трипса, пшеничного клеща, капустной моли, непарного шелкопряда. Распространяется септириоз и ползучий горчак. Значительное распространение последнего отмечено в Акжарском районе и Габита Мусрепова. Обнаружение этого сорняка при экспорте зерна чревато запретом на вывоз продукции, отметил Аким области. Он раскритиковал проводимую работу в этой сфере и подчеркнул, что нужно защитные мероприятия проводить своевременно и реагировать на все оперативно. Фитосанитарная обстановка, на самом деле, это серьезный вопрос. Управление сельскохозяйства, земельных отношений, совместность территориальной инспекции, фитосанитарной службы и Акимова района держать данный вопрос на контроле. На сегодняшний день против сорняков обработано 86,3% площади, от вредителей больше 167%, болезней 82,4%. Сел по области яровой сев состоял 4,5 миллиона гектаров. Вегетационный период проходит благоприятно, осадка выпала больше нормы. 58,6% посевов находятся в хорошем состоянии. Больше 41% в удовлетворительном. И, конечно, это казалось puisqueITE В. Продолжение следует...